МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОМИСАР СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА ПРОВОДНИКОВ СТРЕЛА Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно был ваш день, День российских студенческих отрядов, с чем мы вас и поздравляем! Спасибо большое! Как отпраздновали? На самом деле мы проводили это все в два дня. Первое, на 17 февраля мы записали достаточно атмосферный концерт с нашими ребятами, с песнями студотрядовскими, с номерами. Было достаточно тепло, наверное, и душевно. И 20 февраля мы провели ток-шоу вечернее, куда позвали ветеранов движения, куда позвали людей, которые заслужили, на самом деле, награду, которую мы уже представили официально. Это почетный знак от ПРО-РСО. И таким образом, наверное, мы подвели итог всего того времени, сколько у нас эти ребята были в отрядах, сколько они для нас сделали. И получилось достаточно, наверное, атмосферно и очень круто. Слушайте, у вас, наверное, там мероприятие собрало тысячи человек. Онлайн, да. Онлайн, можно сказать, что да. Но из-за ограничений, конечно, пришлось немножко урезать масштаб в оффлайн-режиме. На самом деле мне вот всегда интересно, ну, студенческие отряды, я тоже была студентом и относительно недавно. Я как-то почему-то вот не увлеклась этим, или меня не увлекли, или как-то... Да, да. Я сейчас понимаю, что я так много потеряла, потому что это так классно и круто. И я смотрю, как вас много, и как вы были заняты. И, честно, вот завидую просто по-хорошему. Никит, чем сегодня живут студенческие отряды? О, сегодня чем живут? Ну, вообще, всегда студенческие отряды – это что? Это работа летом, это подготовка к этой работе, потому что работа у нас необычная. Мы не только работаем на каких-то объектах, мы еще занимаемся комиссарской деятельностью. Это какие-то мероприятия, какие-то концерты, какие-то конкурсы, которые проходят в течение лета. И вот этим всем из лета к лету мы живем круглый год, получается так. Сколько всего у нас насчитывается студотрядов? У нас 29 студенческих отрядов разных направлений и тысяча один боец на данный момент. Это без учета новых наборов, которые пришли осенью у нас. То есть их еще пока не посчитали, да? А если с ними, то приблизительно, наверное, так все полторы. Около того, да. Плюс-минус-минус один, так что это и будет и не надо. А если посчитать ветеранов, то и ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А если всю Россию, то все. Да. Татьяна, что такое студенческий отряд? Студенческий отряд в широком понимании – это такое общественное объединение. Но для нас студенческий отряд становится семьей. Потому что, приходя в отряд, проникаясь вот этой всей атмосферой, знакомясь с новыми людьми, потом ты просто уже не можешь представить свою жизнь без этих людей. Вы становитесь настолько близки, вы в течение года готовитесь, знакомитесь, общаетесь. Летом вы ходите на работу, работаете бок о бок, и после этого, ну, вы действительно уже просто не разлей вода. Вы настолько крепко связаны друг с другом и продолжаете идти по жизни вместе. Ну, это, наверное, заблуждение, да, моё какое-то, что студотряды, они, в общем-то, работают исключительно летом, встречаются исключительно летом. Да, заблуждение. Да, конечно, потому что в течение года у нас непрерывно ведутся сборы, ведётся комиссарская работа, как уже сказал Никита. Мы проводим мероприятия, мы знакомим ребят, затем сплочаем, командное образование проводим. Я вам как комиссар говорю всё, что, собственно, составляет моя такая трудовая отрядная деятельность. Это раньше действительно было так, что ребята собирались только летом, ну, вот, в советский период собирались летом. Это назывались трудовые бригады. Они работали в течение летнего трудового сезона, трудового семестра, и затем, ну, в течение года просто учились. То есть они как бы распадались, и всё. Летом опять собирались, и вот так вот это шло. Ну, потом, конечно, произошли изменения, и сейчас вот мы имеем то, что имеем. То есть современные студенческие отряды — это не про советское время поехать картошку копать? Конечно, нет. Вообще не то. А какая история о создании? Первый студенческий отряд появился в 1959 году в Московском государственном университете, когда студенты впервые выехали на Целину. Вот в 2019 году мы всей страной праздновали 60-летие движения. Ну и, собственно, с того периода началось развитие, и у нас в нашем Приморском крае в 1962 году появился первый путинный отряд. Он называется «Голубой меридиан», и он существует до сих пор, продолжает свою деятельность. И мы очень гордимся нашей историей. То есть первые были именно путинщики, а дальше уже появились строители. Да, в 1964 году строительный отряд первый был. Позже мы об этом поговорим. Хорошо. Никит, какая история у движения в Приморье? В Приморье? Ну вот, как сказала Таня уже, в 1962 году первый отряд у нас путинный был «Голубой меридиан», в 1964 году у нас был первый строительный отряд «Приморец». Они оба до сих пор функционируют, да, то есть размах ветеранов, вот то, что вы спрашивали. Вот ветераны еще с того года, если живые, конечно, то обязательно приходят на все наши мероприятия, посещают их, особенно какие-то масштабные, как юбилей, который у нас был в каком году? В 2019. В 2019, да, на 55 лет было. Вот. И вообще у истоков стоял Владимир Федорович Попов. Мы ему очень благодарны, и сейчас действительно вспоминаем то, что он делал для нас с большой благодарностью, потому что даже в 90-е годы, нас, конечно, еще тогда не было, но нам рассказывали, и мы храним эту историю, в 90-е годы Приморское региональное отделение не развалилось. Если во многих субъектах, во многих регионах, ну, такая ситуация в стране, конечно, она не могла не отразиться. Отразилась все-таки, да. Да, безусловно. А у нас нет, мы продолжали свое существование, и продолжаем работать, трудиться по сей день. А что касается всех этих нашивок, шевронов, как это правильно называется, они о чем-то рассказывают? Да, конечно, каждый шеврон, он о чем-то своем говорит, вот на примере Натальи покажу вам. Это у нас называется лычка нашим языком, она показывает, какую ты занимаешь должность сейчас в нашей организации. То есть у нее вот мастерок, это означает, ой, мастерок, говорю, значок мастера. Она штабной работник Приморского регионального отделения. Это можно понять по трем галочкам, которые у них здесь присутствуют. Вот то же самое у меня. Вот этот шеврон, это принадлежность к организации всероссийской. Это к региональному отделению. С той стороны у тебя что-нибудь есть? Нет, к сожалению. Ничего нет? Можно показать. Да. Наталью показать. Левую руку я показываю на этой. Это принадлежность к организации образовательной, то есть штаб студенческих отрядов ДУФУ. И это отряд, сам отряд, в котором состоит Татьяна Стрела. А есть еще других каких-то вузов тоже? Да, в каждом вузе у нас есть студенческие отряды в Владивостоке. Соревновательных моментов нет? Есть, конечно, очень много. Да, без этого не хочется. Все мероприятия, которые у нас есть, спартакиады, творческие фестивали, везде присутствует соревновательный дух. Ну, такой здравый, боевой, дружеский, но соревновательный. Да, важное упоминание, что дружеский, потому что в любом случае друг друга все поддерживают, независимо от того, из какого ты отряда, из какого ты штаба, в любом случае такая дружеская атмосфера. Ну, я же правильно понимаю, что когда начинается практика, вы там все перемешиваетесь, пересекаетесь. Да, такое, конечно, может быть, конечно. Ну и, в принципе, наверное, какие-то общие мероприятия, которые проводятся там, вы тоже все вместе. Конечно, да, на протяжении года, как уже и Никита говорил о том, что у нас есть творческие фестивали, есть спартакиады, есть даже кибер-турниры. На самом деле огромное количество мероприятий совершенно разного какого-то рода, и на самом деле большинство из них пользуются настолько популярностью среди молодежи, среди студенческих отрядов, потому что большинство даже молодежных организаций хотят принимать у нас участие. И говоря о наших бойцах, ребята настолько зажигаются, настолько хотят приходить как раз-таки к нам, показать свои там таланты, творческие номера, что потом их просто не вытянешь оттуда. На самом деле это греет душу, и ты понимаешь, что все не зря на самом деле, все для ребят. Я еще забыла спросить, помимо всех вот нашивок, я их назову так, шевронов, еще очень большое количество значков, они что-то значат? Да, значки тоже, каждый значок несет информацию о каком-то мероприятии, в котором ты принимал участие. То есть вот здесь у нас значки за участие в мероприятиях конкретно, на этой стороне. Ну у нас, нет, вот у Тани есть, это наградные значки, которые получают за какие-то особые заслуги. Вот лучший студенческий отряд проводников у нас был в 16-м и... В 19-м и в 20-м году. А также на левой стороне могут быть расположены знаки всероссийского масштаба, ну то есть, например, у меня здесь значок ГТО, такое тоже допустимо. Но вообще бойцовка это форменная наша парадная одежда, и ношение здесь каких-либо других значков, ну не принадлежащих нашей организации, недопустимо. Вот, и мы очень любим свои бойцовки и очень трепетно к ним относимся. Да, и очень. Самый главный у нас значок это вот, это годичка. По всей России там вот такие кирпичики, как у меня, а у нас в Приморском крае ракушки. И когда на каких-то крупных мероприятиях всероссийского уровня встречаются бойцы, то бойцы из других рекотделений, не Приморского, они прямо за эти ракушки бьются, готовы обмениваться на все что угодно, лишь бы получить эту ракушку. Ну, потому что Приморье, поэтому и ракушка. Да, конечно. Татьяна, я так понимаю, что существует какая-то определенная иерархия, да, в российских студенческих отрядах? Да, безусловно. Но стоит отметить и упомянуть важный факт, что самым главным звеном является боец студенческого отряда. Потому что если бы не было бойца, вот того самого первого звена, то не было бы всего остального. Когда есть боец, соответственно, формируется отряд из бойцов. Затем этим отрядом необходимо управлять, и выбирается командный состав отряда. Я, например, сейчас комиссар линейного отряда. Затем есть штаб вуза, то есть также командир, комиссар, мастер. Ну и, соответственно, вот эти должности, чем выше штаб, ну они повторяются, но просто уже значимость, так сказать, больше функционал, больше ответственность на плечах людей, которые стоят выше и выше. Например, в Москве есть центральный штаб. Собственно, оттуда ведется управление всеми субъектами, в которых наша организация представлена. А также нашим главным правящим органом является съезд правления, который проходит также в Москве. Ну уже прям самые высшие руководящие люди собираются и решают, что будет дальше с организацией. Слушайте, ну у вас все серьезно. Конечно. Осталось выборы провести. А скоро будут. То есть будут, да? Да, конечно. А кто выбирается? Ну вот, как раз на съезд правления, там выбирается следующий командир центрального штаба. У вас прям свое мини-государство, да? Да, можно так сказать. Ну самая большая, наверное, общественная организация в стране. И, конечно, мы не можем обойтись без такого руководства. А вы как-то участвуете в каких-то всероссийских мероприятиях? Конечно. Мы можем участвовать как лично, то есть индивидуально, так и командами, отрядами. И когда мы говорим о каких-то таких больших всероссийских, если про отряд, то это на всероссийских слетах, допустим, например, конкурс, есть такой труд-крут, где показываем свое профессиональное мастерство от нашего рекотделения. И индивидуально, конечно, можем участвовать как от нашего, также про РСО, и показывать свои уже личные какие-то навыки, которые мы приобрели в отрядах. Там деловые навыки, soft skills и остальное. Еще вот то, что касается всероссийских мероприятий, есть всероссийские трудовые проекты, куда выезжают ребята, где работают бойцы со всей России. Вот есть всероссийские стройки, всероссийские отряды вожатых, всероссийский отряд проводников, вот, который ездит у нас обслуживать поезда, сервисное направление. И почти все наши направления, все наши направления, которые есть у нас, все есть всероссийские отряды. Да, и очень ценно, что мы можем коммуницировать с ребятами из других регионов, других штабов и так далее, потому что, ну, это опыт, это опыт, который ты больше нигде не получишь. Я хочу конкретно про каждого из вас узнать. Наташ, к какому направлению относишься ты? Я пришла в отряд, в студенческий педагогический отряд, то есть я вожатая, работаю в детских лагерях с ребятами, поэтому вот сейчас я работаю, конечно, в штабе, руководитель инициативной группы, занимаюсь организацией мероприятий в нашем регионе. Мне кажется, вожатая — это самое популярное направление, нет? Да, это самое популярное направление. Самое численное. А почему? Могу сказать именно как вожатая, потому что я человек, который пришел из лагерей, то есть я вот все свое действие произвела в лагеря, и для меня настолько близка та самая атмосфера, наверное, дружбы, такой, не знаю, как сказать, забавы, коммуникации, когда ты с детьми вместе проходишь один и тот же путь, ты помогаешь им, наверное, развивать себя, ты вспоминаешь себя, когда ты был ребенком, и это эмоции, которые тебе дают, наверное, тот глоток свежего воздуха, который тебе так необходим после учебы, допустим, или во время учебы. И когда ты работаешь с детьми, их улыбки — это то, что тебя заряжает, наверное, как ничто другое. Поэтому для меня дети — это такие маленькие солнышки, и в отряде педагогическом ты получаешь те навыки, которые тебе помогут также в будущем, например, там, с работой с детьми или там в семье, то есть даже есть такие примеры, когда вожатые уже женятся вместе и растят замечательного ребенка, который приходит уже в отряды. Это очень круто. Тань, Никиту потом спросим. Я думаю, что если в случае с детьми понятно, дети любят своих вожатых, бегут к ним, все мы были детьми, все мы ездили в лагерь, то, мне кажется, в случае с проводниками там, наверное, посложнее. Ну, если честно, когда вставал вопрос, что делать, придя в университет, я думала, ну куда ж податься, потому что просто учиться, сидеть, зубрить конспект я не хотела, я хотела активной студенческой жизни. И почему-то я сразу решила, что пойду в проводники, потому что у меня была мечта такая нереализованная. Прокатиться по России? Да, проехать от Владивостока до Москвы по Транссибирской магистрали, я прям мечтала, это был искренний порыв моей души, и я решила, я пойду в проводники, и все. Спасибо вожатым, спасибо стройке, нет, я пойду именно в поезд, вот, и я нисколько не жалею своему выбору, потому что, вернее, не жалею о своем выборе, я приобрела настолько значимый опыт, я повидала стольких людей в поезде, и еще, чем я люблю поезд, тем, что это постоянное движение. Я сама по себе авантюристка, и вот, когда ты находишься в поезде, он постоянно мчится вперед, люди постоянно меняются, то есть нет вот этой задглости какой-то, застоявшись, и постоянно что-то новое, постоянно новые ситуации, какой-то новый опыт, и эта работа на самом деле учит стрессоустойчивости и умению выходить из любой ситуации, потому что люди очень разные, и подход каждому нужен индивидуальный, и ты, как проводник, как начальник вагона должен найти подход к каждому человеку, чтобы, ну, во-первых, найти подход, а во-вторых, позаботиться о том, чтобы человеку было комфортно с тобой в этой поездке. Ну, у меня все просто, я пришел учиться на стройку, и когда встал выбор, какие отряды идти, ну, как сам в голове осознал, что нужно идти куда-то, пойду в отряды, то я вообще думал между вожатым и стройкой, на самом деле, вот, но все-таки потом решил, что практика, опыт по специальности, и нужно пойти на строительные отряды, вообще не думал, что затянет надолго, вот, уже четвертый год, три стройки отъездил. Вообще, стройка тебя могут занести вообще куда угодно в России, вот, я два года работал на острове Шикотан, Курильские острова, то есть, ну, какой нормальный человек туда поедет, а студенческие отряды, мы едем, мы работаем, вот, и это огромный опыт в плане потом ты будешь дома, да, тебе нужно что-то починить, а ты такой, я уже знаю, летом, да, чинил, там, прокладывал что-нибудь, вот, поэтому сразу безоговорочно надо идти на стройку. Куда сказать? На стройку. Вы же все студенты. Да, 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 так и есть. На кого учитесь, Таня? Я учусь на переводчика английский и испанский язык. Никит? На стройку, строительство уникальных зданий и сооружений. У него очень просто, я учусь на экономиста. Мне кажется, Таня должна быть психологом, Наташа педагогом, ну, а я Никита строительным. У Никиты все правильно. Участвуют ли студенческие отряды в каких-то, ну, наших городских, краевых мероприятиях вне летнего сезона? Конечно, наши отряды участвуют в организации 9 мая в Бессмертном полку, помощь в проведении Дня Тигра, в различных других мероприятиях для молодежи, которые проходят в городе Владивостоке. И на самом деле еще даже из других регионов некоторые ребята просят нас помочь провести какое-то мероприятие или как-то им помочь в, не знаю, проконсультировать их в том или ином вопросе, потому что с недавнего времени начали выкладывать очень много видео с наших мероприятий, рассказывать очень много в социальных сетях. И наши студенческие отряды на самом деле очень пользуются популярностью среди других и считают, что другие отряды, кстати, считают, что мы безумно крутые, вот. И плюсом к тому, что помогаем еще городу, помогаем нашему региону, без этого, конечно, никуда. Так что мы классные, приходите, будем очень рады. Про помощь регионам у нас есть акция социальная, называется «От мала до велика». Не получилось в январе поехать, в феврале, поэтому она будет проходить в декабре, мы будем выезжать в отдаленные районы Приморского края и помогать там жителям. То есть бабушкам, кто остался один, инвалидам, приходим, помогаем, колем дрова, какая-то помощь по дому, мелкий ремонт. По школам ходим, проводим уроки, то есть ребятам какие-то мастер-классы, заряжаем их на то, что нужно учиться, нужно стремиться куда-то выбираться, двигаться дальше. Да, проводим профориентацию, что безумно важно сейчас для школьников нынешних, особенно в регионах или районах, отдаленных, и это круто. Считаю, что мы делаем очень добрые и полезные дела. Мне вот так интересно за вами наблюдать, все хи-хи-ха-ха, но при этом вы настолько знаете то, что вы делаете, и так хорошо образованы. По жизни главное с юмором идти. Мы просто очень-очень любим, наверное, отряды, мы полностью пропитаны всей этой атмосферой, и для нас очень важно, наверное, оценить то, где мы сейчас находимся, то, чем мы занимаемся. Поэтому мы прям... Мы в теме. Да, мы в теме. Мы полностью в теме. Я к чему веду-то? Что, наверное, в студенческие отряды может попасть, в принципе, не каждый. Ну, то есть двоечник-прогульщик туда, наверное, не войдет. Или войдет? Если он очень захочет, то он может войти, его отряда направить на путь истины, но он исправится. Выучит. Перестанет. Да, выграем. Конечно, помогут, где надо, помогут. Как попасть в студенческий отряд? Попасть в студенческий отряд несложно. Для этого нужно узнать, есть ли студенческие отряды в образовательной организации, ну, то есть в ВУЗе, в котором учится человек. Затем либо через социальные сети, либо через афиши, потому что отряды постоянно проводят и гид-компании, когда проходят наборы, написать, позвонить, там, в любые мессенджеры, в любые соцсети, всегда наши номера, наши ссылки есть, ну, то есть контакты всегда есть в открытом доступе. Прийти на сбор, посмотреть, как это круто, вдохновиться и вперед к новым вершинам. Но это всегда только студенты? Нет, еще у нас есть школьный педагогический отряд вместе с джуниорс, и у нас сейчас есть, буквально в этом году после трудового проекта «Летом стройки» был создан отряд на базе колледжа в Владивостоке, поэтому все желающие, по-моему, могут прийти куда-то, найти свою тему, движуху и поработать, если есть желание. Ну, я вот завтра приду, скажу, ребята, хочу студенческие отряды. В студенчестве не хватило мне этого. Ну, найдем вам место. Придете, да, поговорим. Обязательно. Ясно, поняла вас. Что касается летнего трудового семестра, Никит, какие планы? В этом году? Да. Будущего, предстоящего? Ну, я вам могу сказать по направлению проводников, это планируется, что ребята поедут, потому что в том году очень тяжело было из-за пандемии, не взяли ребят, ребята по другим направлениям у нас рассредоточились. В этом году, да, уже есть заявка, уже точно наберут. Это удар для нас, для нашей профессиональной деятельности, потому что, ну, до этого непрерывно из года в год мы выезжали в ЛТС, в поезда, то есть мы уже были настроены, и когда нам сообщили эту новость, ну, это был полнейший шок сначала. Но потом мы решили, а почему бы не попробовать что-то другое? Ну, если жизнь подкидывает такую возможность, нужно ее брать, хвататься за нее, и все. Этим летом действительно я лично работала маляром и также в сервисном направлении, попробовала себя там. На самом деле опыт стоящий. У меня дома ремонт, я теперь знаю, кому звонить. Да, с другого телеканала звонили. Вот, постройки у нас планируется также трудовой проект на острове Шикотан, туда же уже третий год набирают ребят. У нас строительство порт Суходол перевалочный там будет, туда тоже будут набирать ребят. И транстрой механизации, это дорога Владивосток, находка порт Восточный, туда тоже будут ребята наши привлекаться. Ну, и объекты в черте города какие-то, ну, мелкие там тоже вот, тоже штукатурно-малярные работы в ДВФУ планируются. А вожатые ждут, что открывают лагеря. Ну, конечно, вожатые ждут, потому что в прошлом году такая же была ситуация. Были лагеря, которые открылись, но, соответственно, по нормам всем эпидемиологическим, и были те, которые, к сожалению, не открылись. Поэтому мест много кому не хватило. Также выезжали всем на другие места работать, искали там, как-то получится что-то или нет. В итоге сейчас лагеря готовятся, проводят все проверки. И для нас очень важно, выйдем мы в ЛТС. Не выйдем мы в ЛТС. В любом случае, да. Мы должны выйти и найдем работу. Все у нас получится. Главное, верить в самое лучшее. Слушайте, ребят, ну это же действительно ведь работа. Вам платят за это зарплату или нет? Платят обязательно. Ну, хорошо. Это уже хорошо. Хорошая зарплата. Ну, я думаю, строителям всегда везет больше, чем всем. Нет, проводники тоже нормально получают. А, ну то есть это все не на добровольных исключительно, добровольческих, скажем так, начала. Добровольческие начала у нас... Мероприятия. На добровольческой основе мы работаем в течение года. То есть вот именно наши сборы, наше обучение, это мы сами, мы сами этого хотим, мы этим горим, мы делаем. А летом, когда мы уже приходим к работодателю, конечно, мы устраиваемся официально по трудовому договору. У нас там в трудовую книжку нам записывают, что вот там такие-то даты работы, все. Ну, то есть у нас уже идет трудовой опыт, трудовой стаж. Вот так. То есть надо идти в студотряд. Мы единственная организация, да, которая есть, которая трудоустраивает ребят летом куда-то работать. Ну что ж, ребят, я желаю, чтобы ходили поезда, были стройки, открылись наконец-то детские лагеря. Хорошего вам летнего трудового семестра, который будет. И еще раз с днем российских студенческих отрядов. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о том, как и чем живут студенческие отряды. У нас в гостях были Никита Пушко, руководитель строительного направления Приморского регионального отделения молодежной общественной организации российские студенческие отряды. Наталья Белая, руководитель инициативной группы. И Татьяна Логинова, комиссар студенческого отряда проводников «Стрела». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова